Стурунска. Яко магичну сылу мая силь, як силь вплываю эзотерически на людей. Как соль влияет эзотерически на людей? Соль влияет эзотерически на людей следующим образом. Соль является элементом потенции. Элементом потенции. И потенция это когда у человека появляется желание что-то делать. Вот смотрите, мужчина, лежащий перед телевизором и ничего не желающий, это мужчина, который не имеет потенции что-либо делать, мужчина, который пришел с работы и после этого поигрался со своими детьми, после чего постарался жене помочь приготовить, помог уложить спать, после чего мастерит какой-нибудь кораблик для сына для его дня рождения, который будет через какое-то время, и перед самым сном там ремонтирует или красит что-то, еще и любит свою жену, при этом гладит ее полночи, можно поставить тире и написать, это потенция, потенция магически может накапливаться, и вот читается, когда потенция накапливается, она создает соль, почему? Когда человек бегает, ну это так очень смешно, то о чем я буду говорить, но это как бы объяснение магов больше, чем объяснение физиологических процессов, когда человек бегает, то у него выделяется пот, это пот соленый, когда человек не бодрствует, а просто лежит, у него пот не выделяется, когда орган старается работать, когда температура или лихорадка у человека, то есть человек всегда становится соленым, и маги древности, они решили, что из-за того, что человек шевелится, из него выделяется соль, и он теряет свою соль, а после чего у него наступает усталость, и они решили, что соль имеет магические функции, то есть когда, допустим, человек олень, когда человек чувствует усталость общую, они рекомендовали ему принимать соль, далеко ли ушла наша медицина? Нет, почему? физраствор, как известно, физраствор состоит из гидрохлорида натрия, гидрохлорида натрия и водного раствора гидрохлорида натрия, именно поэтому введение гидрохлорида натрия, фактически соли внутри вена, помогает человеку обрести силы, и соль является вот этим элементом потенции человека элементом его энергии ну как бы внутренней такой энергии потенциала физиологического так вот из-за того что они знали что это физиологический потенциал они начали придумывать определенные религиозные или ритуальные обряды допустим один из обрядов он выглядит так соседка вечером у соседки муж плохо работает и соседка думает а вы соседка у которой муж хорошо работает и этот муж который хорошо работает еще и вас гладит любит там красит вам стены там убирает и соседка хорошая приходит к вам звонит и говорит дай мне чуток соли дорогая и после этого вы ничего не подозревая говорите а сколько тебе дать она говорит ну сколько дашь и после этого вы даете ей соль она говорит хочешь я заплачу это один обряд или вы говорите нет ничего не нужно это другой обряд когда говорит хочешь я тебе заплачу то она отдает деньги и говорит покупаю вместе с солью колину потенцию там или валину потенцию ли там вовину потенцию или вовину энергию после чего идет домой но эту соль не тратит ни на что она ее связывает в пакетик и прячет или зашивает в подушечку и ложит где-то кладет эту соль извините заложит кладет эту соль и куда-нибудь в подушечку в кровать так чтобы эта соль влияла после чего ее муж хочет работать у него появляется желание что-то делать а у вашего мужа все происходит наоборот то есть он был красивый молодой и всего хотел становится брюзгой ленивым пузатым и бесконечно брюзжащим таким брюзгой и после этого вы говорите надо же что с ним случилось давайте пусть доктора будут помогать ну и доктора смотрят говорят да нет он вроде здоров он и сам не может объяснить что это такое это в магии называется вальтом или откупом то есть что-то кто-то у кого-то либо купил либо просто отобрал и это такие вот обряды они такие гадостные с ними не очень наверное нужно работать хорошему человеку и это всегда поверьте мне всегда было среди людей как убрать такой обряд когда соль взяли необходимо подбросить под двери небольшую купюру денег обычно люди они такие жадные то есть под дверь подбросить 10 рублей там сто рублей тысячу пять тысяч там я не знаю сколько рублей для того чтобы человек сто процентов поднял так вот когда человек откроет дверь и увидит там под ковриком 5000 рублей заберет вы когда будете ложить скажите я выкупаю обратно то что у меня забрали и после чего кладете эти деньги когда человек забирает эти деньги вносит их себе в квартиру то та соль которая там находится автоматически аннулируется вот такой вот